В доме моих родителей Евгений Карлович возглавил Русский общевоинский союз. Шел 1930 год. Миллер тогда отметил в статье «Православная вера, родина, семья – вот те три устоя, на которых русский народ строил свою жизнь, свое государство. И им советская власть объявила беспощадную войну». В 1937 году, увы, генерала постигла та же участь, что и Кутепова. Он был похищен НКВД и переправлен на теплоходе в СССР. Генерал тайно содержался в тюрьме на Лубянке, мужественно и стоически неся свой крест. Дважды из-за стенков Евгений Карлович обращался к наркому Ежову с письмами. В первом была просьба посетить храм, а во втором – дать возможность иметь в камере Евангелие и жития святых. Письма остались без ответа. 11 мая 1939 года генерал-мученик был расстрелян коммунистами. До нас дошло довольно много строк, написанных его рукой накануне гибели. Размышлений о жизни и о смерти. В частности, я не покончу самоубийством прежде всего потому, что мне это запрещает моя религия. Евгений Миллер Евгений Миллер Евгений Миллер